Что же делает спикер? Он дает тему на Алиф-клубе. Кто же может быть спикером на Алиф-клубе? Это может быть руководитель Алиф-клуба. Это может быть человек, приглашенный с общины. Может. Но вы знаете, что на Алиф-клуб мы приглашаем тоже людей, которые имеют конкретно дар евангелиста, который может иметь дар учителя. Мы видим это, и человек развивается в этом, в общине. Мы его приглашаем, и он служит на Алиф-клубе. Дает тему, да. Именно служит в том, что дает тему. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, руководитель малой группы, он может быть спикером? Давайте подразмышляем. Вы знаете, но я все-таки думаю, это мое личное мнение, вот и по опыту, что все-таки, чтобы руководитель малой группы, он во время темы оставался с людьми. Потому что нужно смотреть, нужно быть вместе, потому что это уже маленькая команда. Нужно быть со своей командой. Нужно даже быть чуткими к реакции людей на то, что говорит спикер. Где-то что-то, ну вот даже может человек эмоциональный, что-то повернуться и спросить. Ну вот что-то бывает такое. Чтобы всегда руководитель малой группы, он был готов, ну был во все ружи, во всяком случае, во время темы. Очень хорошее дополнение. Да, хорошо, спасибо большое. Ну, в принципе, так повторили. Вроде бы все же мы знаем о всех служениях Алиф-клуба. И сейчас я немножко расскажу о подготовке самой Алиф-команды. Мы говорили о том, что команда подготавливается полтора месяца. Что же мы говорим на встречах Алиф-команды? Какие темы мы поднимаем? И вы знаете, одна из очень важных тем в подготовке – это тема пастырской опеки. Знаете, первыми словами, с которыми Ишуа обратился к Петру, когда они встретились, может, кто-то вспомнит. Что он говорил? Идите за мной, и я сделаю так, что вы будете ловцами человеков. Первое. В первую очередь идите за мной. И во вторую вы будете ловцами человеков. В первую очередь мы должны развивать отношения с нашим Мессией. Аминь. И потом мы должны развивать отношения с людьми. Это очень важно. И в последнем разговоре с Петром Петр говорил Ишуа, что он его любит, да? А что говорил Ишуа Петру? Это конкретное было поручение Ишуа своим ученикам – идти и пасти овец. Вы знаете, если мы любим Ишуа, мы сделаем это первостепенной, ну, такой, обязанностью своей жизни. Правда же? Вы знаете, царь Давид, он знал, знаете, по-настоящему знал, как пасти физических овец, ну, не физических, а как пасти настоящих овец, да? Будучи пастухом, знал, как о них заботиться. И также он знал, как пасти людей, как вести людей, как служить людям. Правда же? И что же задействовано в служении людям? Вот я вчера тоже немножко начала говорить. В этом служении очень важно задействовать сердце и руки. Потому что царь Давид написано также, что он пас в чистоте сердца своего и мудрыми руками водил их. Это в Псалме 77-м написано. 72-й. Знаете, наша дружба с людьми, которые приходят, она должна быть искренней. У нас должно быть чистое сердце, когда мы начинаем дружить и общаться с людьми. Любая фальшь не проходит. Я вам хочу сказать, что наш народ, он очень чувствителен к любой фальше. Мы должны искренне любить этих людей. И вы знаете, если очень хорошая подготовка команды, если эта команда соединяется в молитве за людей, если мы приходим на Али в клуб как команда, уже находясь в таком, ну, в молитвенной подготовке, мы просим, конечно, в этой молитве и любви к людям, которые придут, и сострадания к людям, и открытое сердце, то действительно наша любовь будет искренной к этим людям. Мы уже принимаем этих людей как своих, как дорогих нам овец. Мы должны научиться дружить с этими людьми, любить их и научиться дружить с этими людьми. Не может быть никакого притворства. И эта любовь, мы говорили, что должна быть искренней. И наши руки, они должны быть мудрыми. Знаете, еще один есть перевод вот этого слова «мудрый». Это способный и умелый. Мы должны учиться. Мы должны сердцем любить, еще учиться служить этим людям. Я вам хочу сказать, этому можно научиться, правда же? Какие же цели вот этой пастырской опеки мы ставим перед собой? Пишите просто цели и двоеточие. Первая цель. Во-первых, давайте мы вспомним, что Павел, он заботился, написано также в Писании, он заботился о каждом. Да, хороший пастырь, хороший пастух, он не хочет потерять ни одной овцы. И целью Альфа, это есть забота о каждом человеке. Поэтому мы говорим, что в малой группе, которая рассчитана на 6 человек, гостей, обязательно должен быть лидер и должен быть помощник или два помощника. И вы знаете, что тогда ни один человек не останется без внимания и заботы. Тогда забота, может быть, и внимание уделено каждому человеку. А как вы думаете, что такое забота на Алиф-клубе о каждом человеке? В чем она проявляется? Внимание. Внимание. Звонить, поддерживать, осуществлять. Да, да. Заботиться. Надо понять его, чтобы иметь возможность молиться именно за то, за что нужно, а не лишь. Да. Внимание, говорить сердце в моем языке. Вы знаете, что только нам нужно дать тему, действительно, вы уже все расскажете сами. Слава Богу. Это звонки, это посещение этих людей, это действительно быть чуткими к его проблемам, узловать о проблеме человека. И помочь сначала, знаете, на таком душевном уровне решить как-то эту проблему, потом предлагать молиться за эту проблему, действительно, показывать выход из этой проблемы. Это забота о каждом человеке. Я вам хочу сказать, что вот эта система личной опеки, она вот является, ну, такой фишкой Алиф-клуба. Это козырь Алиф-клуба. Вообще каждый из нас, я думаю, что очень сильно, ну, обязан, не обязан, ну, помнит того человека, который ему помогал в свое время, ну, прийти к Богу, прилепиться, вернее, к Богу. Правда же? У каждого из нас здесь сидящего был такой человек. Я такого человека помню. Вот он мне помогал, я ему задавала вопросы. Мы сидели с этим человеком до 12, до часу ночи. И он рассказывал, может, он тоже хотел спать, может, он где-то торопился, но этот человек, он в это время посвятил мне. Я ему очень благодарна. Это был потом другой человек, третий, много людей, много людей мне служили. Ну, вот я помню того первого человека, который мне помогал. Такие эти люди. У этих людей, которые придут на Алиф-клуб, обязательно должен быть человек, который ему будет помогать. Правда же? В начале. Да. Вы знаете, что именно такая опека нужна этим людям. Если мы этим людям будем только проповедовать, только говорить, ну, вот как проповедь, да, тему только будем говорить, и не будет личной опеки, вот этой пастырской опеки, это похоже, знаете, как на расплескивание воды над банками или стаканами. Оно, конечно, попадет. Но вот личная опека – это наполнение каждого стакана, каждого сосуда индивидуально. Это очень хорошо. Вы даже можете этот пример записать, если вы не слышали. Если слышали, хорошо. Вы знаете, что Ники Гамбл приводит пример одной женщины. Если не ошибаюсь, в Колумбии у него какая-то знакомая, и вот у нее, у этой женщины шесть детей и 36 правнуков. И все правнуки, все внуки и все дети, они достаточно успешны. Они все имеют хорошее образование. Они все на хороших работах, у них хорошие семьи, у всех внуков и правнуков. И когда спросили у этой женщины, послушай, как же так, что у тебя такая огромная семья, как ты достигла, что все твои внуки и правнуки, они вот так успешны. Она говорит, я вообще ничего не приложила к своим внукам и правнукам, но я очень хорошо воспитала своих шестерых детей. Вы понимаете, если мы, как лидеры, как руководители, как пастыря тех людей, которые придут к нам, будем очень хорошо в них вкладывать, будем вкладывать сердце, руки мудрые в этих людей, то однозначно эти люди, они после того, как пройдут Алиф, они, когда прилепятся именно конкретно к Машеху нашему, к Мессии, они могут потом тоже давать хорошие, здоровые плоды. Аминь. Во-вторых, это первая была цель, да? Вторая цель. Духовная зрелость. Цель лидеров и помощников к этой цели – помогать людям на ранней стадии, когда люди только-только пришли, когда они только-только начинают узнавать что-то о Господе, в доступной просто форме, очень доступно и просто, помогать им, рассказывать, их ввести вот в эту группу людей, в малую группу, чтобы они себя там чувствовали комфортно и начинали принимать слово о Господе. Потому что, может, знаете как, пришел человек на Алиф-клуб, вот пока ему все хорошо, пока мы играем в игры, пока мы говорим что-то такое, ну, не слишком такое духовное, ему хорошо. Но как только касается уже серьезных вещей, человек говорит, не-не-не, мне тут неинтересно, оно мне не нужно. Вот цель домашнего, не домашнего, цель руководителя малой группы – ну, просто помочь человеку вот приобретать эту духовную зрелость, помочь человеку принимать слово, которое будет звучать на Алиф-клубе. И в-третьих, зрелость в Машехе, в Мессии. Мы очень хотим, и вы будете хотеть, когда у вас будут Алиф-клубы, чтобы люди в первую очередь прилиплялись не к нам, а к Господу. Вы знаете, мы должны избегать зависимости людей от нас. И становиться, и помогать людям становиться зависимыми, в хорошем смысле слова, от Машехе, от Господа. Если мы правильно подойдем ко второй цели – духовная зрелость, то вот эта третья цель, зрелость в Машехе, она будет нам просто более понятна и легка. У нас бывали случаи, когда люди на Алиф-клубе очень сильно прилиплялись, какой-то человек прилиплялся к руководителю. Они начинали дружить, они начинали общаться, телефонные звонки, посещения в гости друг к другу. Но когда пришло время переходить после Алифа-клуба и идти дальше, куда дальше нам потом Фаина будет говорить, то человек, ему было очень тяжело оторваться от руководителя. Понимаете, что вот оторваться и пойти к другому человеку, ну для некоторых людей это может быть просто даже такой травмой. Вот поэтому нужно вот просто соблюдать вот все эти условия, о которых мы говорим сейчас, вот о пастырской опеке. Хорошо. Вот такие вот есть цели, вот пастырской опеки, мы записали их. Я думаю, что вы еще перечитаете, подумайте над этим, я думаю, ну и будет вам все понятно. Из того, что говорила Ира, нам становится понятно, но при этом мы можем задать себе вопрос, а как же из того, что мы должны их плотно вести, мы должны им уделять очень много времени, при этом мы должны их вести на душевном уровне. Потом мы слышим по второму пункту, оказывается, мы должны их учить, приближать их к Богу, должны раскрывать и помогать им расти духовно. И более того, еще третий пункт говорит о том, что вообще они не должны к нам прилипляться, должны прилипляться к Господу. То есть вы понимаете, что все эти три пункта это, ну, важны. И тут очень правильно искать вот у Бога понимание и самим руководствоваться вот этим здоровым, здоровым балансом. То есть если в какой-то момент человек, руководитель или там помощник руководителя, служит новому человеку, и он вдруг обращает внимание, что приходит какая-то душевная связь, или какие-то уже вещи, где человек явно прилипляется к нему, тут нужно очень аккуратно, очень умело подключать еще кого-то из каких-то людей, из каких-то служителей, чтобы человек не был зациклен всего лишь на одном человеке. Плюс нужно, может быть, уже начинать с другой стороны действовать, уже рассказывать конкретные примеры из своей жизни, насколько хорошо было и важно, когда в моей жизни человек играл особую роль, человек мне помогал. Но для меня было важно, и я понимала, что это человек от Бога, и он мне помогает, но мне нужен был все равно еще Бог. То есть нужно умело в балансе именно человеку, и соблюдая все вот эти три пункта, помочь остаться, приобрести, вернее, вот этот правильный путь. Вы понимаете, да? Приобрести этот правильный путь. При всех этих трех составляющих. Дружба, духовность, и чтобы человек не был привязан на душевном уровне, привести его все-таки к Господу. То есть если мы ставим для себя конечную цель, не найти себе поклонника, который будет поклоняться мне, потому что я вот пришел на Али в клуб, меня пригласили или мне посоветовали здесь быть руководителем столика, и я вот такой человек, когда я могу кого-то поднять, и я всем могу показать, что этот человек, он все-таки идет дальше. То есть ни в коем случае не вести себя вот так, не делать себя поклонником этому новому человеку. Вы понимаете, да? Чтобы человек не начал поклоняться тебе, не начал переходить определенные границы, где уже не дружба, а душевная связь, или более того, уже определенная идеализация человека становится. Поэтому здесь нужно, имея кроткое сердце, имея смирение, новые люди, они должны видеть, что вы дружите с другими служителями, что вы дружите с другими людьми. Это очень важно, что для вас важно прочитать Слово Божье, для вас важно помолиться. Для вас это, если новый человек это будет видеть, он будет тоже стремиться к таким, приобретать такое же. Следить за собой, когда общаемся с новыми людьми, ограничить себя, абсолютно ограничить, не вступать в какие-то сплетни, обсуждения правительства. Вот это вот все. Чтобы новый человек не заимел тебя как друга по своим личным интересам, по своим слабостям. И тут очень важно, чтобы руководитель не пользовался этим, что через слабости соединиться, и будет выглядеть, что я пасу этого человека. То есть вот этот момент, нужно очень быть внимательным. Наша главная цель вообще человека — привести к Господу, чтобы он родился свыше, чтобы его жизнь, она изменилась, чтобы его жизнь, она стала Божьей жизнью, чтобы начала изменяться его жизнь, и начала изменяться жизнь вокруг него. Вот это наша цель. При этом мы дружим, но при этом мы ему служим, и при этом мы показываем Господа. В первую очередь мы показываем Господа. Это может быть даже ошибкой Некоторых руководителей Но не совсем умелых То, что говорила Фаина Они сначала допускают Эти душевные неправильные разговоры Потому что они даже Кажется, что таким образом Они будут сближаться с человеком А потом очень тяжело выйти Из этого состояния Тогда нужно просто в самом начале Не допускать некоторых вещей Какими же методами Мы пользуемся Вы знаете, это вдохновение Это чтение Библии Правда, с этими людьми Вот то, что как раз начала говорить Фаина Это молитва за людей Мы также им даем Слушать Аудиокассеты с прославлением Или с какими-то темами Которые легкие, которые небольшие Которые доступные для этих людей А всегда найдутся люди Которые будут интересоваться Помимо тем на Али в клубе Всегда будут такие люди Дайте еще что-то почитать Вот какую-то книгу хорошую Или дайте что-то послушать Можно давать Это будет очень хорошо Да, значит, смотрите За столиком Вот в малой группе Повторю Сидит руководитель и помощник И за этим столиком Шесть человек людей Максимум Это максимальное количество людей Это малая группа И вот эти два человека Руководитель и помощник Они в два Может один руководитель Может вдвоем с помощником Вот Может еще кого-то подключать Но это может уже позже немножечко И они могут общаться Они звонят Они ходят друг к другу в гости Приглашают к себе Это тоже Кстати, очень важно Когда мы приглашаем к себе людей Потому что Вы знаете, что Люди, которые только приходят Они немножко сначала Осторожно относятся к нам Прежде чем пригласить нас домой Но когда мы начинаем приглашать То потом они открываются Вот это вот семья Знаете, это Это наша такая еврейская Семейная тема Отношения в семье Отношения семьи Правда же? И вот я уже коснулась Темы отношения Вы знаете, что Помогая людям Мы выделим сейчас Очень три важных принципа Первый принцип Мы должны быть вдохновителями Давайте мы вспомним Кто Павлу помогал На его На раннем этапе Варнава Потом Сколько Скольким людям Очень многим Помог Павел Правда же? Вот вы знаете Что те люди Которые приходят к нам На малые группы В наш Алиф-клуб Мы должны им помогать Мы должны их вдохновлять Вы знаете Что в мире критики В мире вот в таком Что вокруг творится В мире осуждения Критики Недовольства Каких-то очень больших проблем Посмотрите О чем говорят люди В маршрутках В троллейбусах На работах Кризис Нет денег Там все подорожало Электроэнергия Там все Правительство плохое Вы знаете Вот в этом мире Вот такой критики Вот каждый человек Даже тот Который об этом тоже говорит Он съеживается Он закрывается Ему плохо Этому человеку Вот поймите Что вот человек Вот в таком мире Ему внутренне плохо И когда он приходит к нам Вот таким съеженным Где-то Ну где-то даже может Раздраженным Недовольным Мы этому человеку Просто Даем такую любовь Мы вот так вдохновляем На жизнь Что этот человек Съеженный человек Начинает раскрываться Вот это наша Очень важная задача Очень часто Приходят люди На Алиф Они сначала молчат Потому что Они не доверяют Они не доверяют Людям Которые им говорят Они приходят Потому что Вот Они приходят Им здесь нравится Они почувствовали Что-то На Алиф Клубе Они пока молчат Они все равно Где-то Где-то В таком состоянии Находятся Но когда Проходит время Какое-то Это может быть Даже сразу На первой встрече Может быть На второй На третьей встрече И когда он видит Искренние отношения От нас Искреннюю любовь Нашу Этот человек Просто начинает Раскрываться Оттаивать Это такое хорошее место Где можно человека Знаете так По-хорошему согреть Из некоторых Таких Знаете Примеров Служения Людям Я для себя Сделала Один из Один из важных Выводов Особенно Сталкиваясь В служении С Алиф Клубом Когда люди Только-только Приходят Они вот Только пришли И начали С тобой Знакомиться И Из того Как они поступают Из поведения Которое у них есть Из того Как они себя ведут На ранней стадии Я очень часто Ошибалась Думая Что Знаете Кроме того Что я ошибалась Я Понимала Что нельзя Как бы Дальше идти От ошибки Уже Какому-то Форме Однозначно Человека Видеть Знаете Как Неправильно Поступать Дать приговор То есть Вот если человек Молчит Мы ничего Не сможем С ним сделать То есть Человек Он не сможет Расти дальше Вот он молчит Мы не можем К нему достучаться Человек Который явно Активный Который Много Привлекает На себя Внимание И вроде бы Как даже И другим Отдает внимание И на такой Раннем этапе Можно посчитать Что это человек Явно У него есть Лидерские качества Он явно Далеко пойдет Он явно Будет потенциальным Служителем Вы знаете Я из того Что я столкнулась С служением Алиф клуба Из того Что я Служил Слукнулась С ранним Служением Ребилитации Где люди Только начинают Приходить Я поняла Что на раннем Этапе Невозможно И категорически Запрещено Думать И ставить Своё Понимание К человеку Какая его В дальнейшем Можно сказать Даже судьба То есть Невозможно И очень часто Очень часто Бог мне показывал Некоторые ситуации Когда я Служила И у меня Было понимание Одно И я видела Что Бог Он совершенно По другому Действует И я понимала Что я ошибаюсь Я понимаю Что здесь Неправильно Неправильно Я думала У меня было Несколько Таких моментов Когда я Евангелизировала Когда я общалась С людьми Где-то У меня были моменты И в транспорте И При знакомстве Я не говорю Сейчас про Али в клуб И вы знаете У меня была Такая интересная Ситуация Что когда я Говорю с двумя Особенно Когда это было Два человека Вот мне Бог Ну показывал Вот эти моменты Где я не должна Поступать По своим Пониманиям По какой-то Своей человеческой Мудрости И То есть Я должна Это исключать У меня получалось Так что Я служила Двум людям И когда я Начинала с ними Говорить Я с ними Знакомилась Один явно Был активный Один явно Хотел что-то Узнать Его Интересовало Что я говорю О чем Я думаю А второй Человек Он явно Не Вообще Даже На начальном Этапе Он даже Раздражался Что мы Говорим На какие-то Темы Может быть Не явно Духовные Но вообще Что я Начинаю С ними Знакомиться Один даже Раздражался И мне Мне казалось Выглядело Так что Вот нужно Говорить больше С этим Человеком Потому что Это раздражение Ему неинтересно И я старалась Явно Уделить внимание Этому человеку Который Меня слушает Я попадала Очень часто Что Вот пролетало Честно вам Говорю Пролетало Приходил Какой-то момент Когда этот Явно Интересующийся Человек Он получил Некоторую Информацию Небольшую В самом Начале И больше Ему Ничего Не нужно Просто На уровне Информации Человек Который Не явно Спрашивал Не явно Участвовал В этом Разговоре Даже Где-то Раздражался Он все равно Слушал Некоторые Наши Он слушал Этот разговор И его По сути По сути Глубоко Интересовала Самые Важные Вопросы И важная Суть И я Попадала Несколько Раз Вот такие Ситуации И я Понимала Перед Богом Что Насколько Важен Каждый Человек Несмотря На то Как он Поначалу Себя Может Повести Несмотря На то Как Поначалу Он Может Это Реагировать Точно Так же У меня Были Ситуации На Али В клубе Когда Приходили Люди И В начале Их Поведение Было Явно Можно Какое-то Время Или Посмотреть Или Просто Просто Познакомиться И он Дальше Не идет А тот Вот Явно Интересующий И вы Знаете Получалось Наоборот Получалось Наоборот Свои Свои Приговоры Свои Заключения Не ставить Потому что Это Опасно То Что Мы Можем Как бы Отделить Человека От Реального Божьего Вмешательства Как еще Гаврил Не судите Преждевременно Преждевременно Ни в коем случае Не нужно Принимать Решение По отношению К какому-то Человеку У меня Была Ситуация Когда Я служила На реабилитационном Центре Он буквально Только начинался И получалось Так Что это я Вы меня уже Выключили Нет Можно выключать Или я могу Говорить Да Хорошо У меня была Такая ситуация Что я Вела Начал Вернее Это служение И какое-то Время Я его Уже Вела И я Понимала Что дальше Вот на какое-то Время Мне Бог Позволил Сестре Начинать Это служение Но дальше Должны Подниматься Братья Я Я Я Я Я Понимала Что я Буду Участвовать В будущем Участвовать Тоже В этом Служении Какая От меня Помощь Может быть Я Буду Помогать Но я знала, что четко еще должны подниматься братья. То есть те ребята, которые были зависимы, они сейчас освобождаются, кто-то из них должен быть обязательно все-таки служить. То есть цель это служителя, тем более еврейские ребята, они должны служить своему народу. И из того, как я время проводила на этом реабилитационном центре, был один брат, который явно имел такую, знаете, харизму. Он явно выделялся быстрым приобретением знаний, он явно выделялся умением руководить людьми. Вот у него были явные лидерские качества. И я обратила на него внимание, и я старалась в него вложить больше, и дружила с ним, и вкладывала в него больше. Понятно, служила по разным областям его жизни, но здесь меня как бы это очень сильно привлекало, ну не то, что привлекало, я видела, что это нужно делать. И правильное дело, с одной стороны. Но пришел момент, когда этот человек действительно утвердился уже, приобрел определенные знания, умел уже поднять других людей, вот. вот. Но оказалось, что пришел момент его собственной гордости. И дальше время показало, что он еще не до конца оставил все свои желания прошлой жизни. То есть он не грешил сознательно, он не пользовался теми качествами, которыми пользовался, которые были у него до покаяния. Но было видно, что его все равно еще привлекает какие-то вещи, которые угождают лично ему. А потом уже как бы он обращал внимание на других людей. И вы знаете, он человек, вот он дальше не пошел. когда я начала явно видеть, что есть проблемы, я начала с ним об этом говорить, конечно же, ему очень сильно это не нравилось. При этом он поднимал и обвинял других людей в каких-то своих слабостях. И было видно, что при всей хорошей возможности человек дальше, ну, приходила какая-то определенная гордость прошлой жизни, гордость своих знаний, умения, лидерства, и человек дальше не шел. Параллельно с этим был другой брат, который попал на репцентр, полтора месяца он молчал. Я почему вспомнила эту историю, потому что Ира говорит, что часто приходят люди, которые молчат. Он полтора месяца молчал. Я уже не знала, что с ним, он просто молчал. Я не знала, что с ним делать. Через полтора месяца все, что он сказал, это было два момента, когда он начал говорить. Первое, это было, вы тут все в обольщении, где-то вы читал уже это слово. И второе, а почему я не могу жениться сейчас? То есть два вопроса, которых его волновало. С полтора месяца молчал, потом заговорил, и при этом задал два вопроса, которые его волнуют. Думаю, вот это да, что мне с ним делать, как мне поступать, как мне ему дальше служить. То есть вот явно, что у человека просто он зациклен на себе и при этом молчит. И я уже, ну, конечно же, я молилась за него, я искала у Бога ответы, как помочь этому человеку. И вы знаете, вот то, что он находился вот в этом еврейском общении, в мессианской общине, то, что я понимала, как нужно ему все-таки явить эту Божью семью, чтобы он начал раскрываться. И он таки начал раскрываться. И вы знаете, из этого человека очень быстро, несмотря на мое первостепенное впечатление, он так ярко проявился не такими явными лидерскими качествами, не явными знаниями, но сердцем. Я видела, как он подходил к ребятам, которые только поступали зависимые, как он помогал их укладывать, как он смотрел, или они покушали, как он смотрел, или они чистенькие, как он смотрел, или они начинают молиться. То есть я видела, как он начинает заботиться при всех слабостях еще своих, но он заботился, искренне заботился о этих людях. И эти люди, они чувствовали. Он, может быть, много не говорил, он, может быть, ярко не вел за собой всех остальных, но он вот этой, такой любовью, вот этим состраданием, он действительно, ну вот как, Бог мне просто показал эту картину, вот это признаки будущего служителя, пастуха, да, который будет служить, да, он слуга был. И вы знаете, вот это действительно дало очень сильное, как бы, толчок ему подниматься и идти дальше. На сегодняшний момент, это действительно тот руководитель центра, который у нас сейчас есть, который поднял, при всех его явных, вначале, не ярко выраженных лидерских качеств, у него сейчас три реабилитационных центра. Своя команда, которую он ведет, служителей реабилитантов. То есть, насколько, да, насколько мы должны быть внимательны. Есть люди с качествами, явных, таких лидерских качеств, и есть со знаниями. Но это все хорошо, когда оно все вместе, когда мы вместе в семье. Не тогда, когда мы выделяемся, не тогда, когда мы превозносимся, не тогда, когда мы гордимся, а тогда, когда мы все вместе и друг друга дополняем. Вот это фокус Алиф-клуба, когда мы друг друга дополняем своими хорошими, сильными качествами. Когда слабые, наши слабости становятся и преобладают все-таки уже сильные качества. И слабых мы становимся сильными в том, что нам дает Бог. И когда мы все вместе. И вот это потрясающе, это служение Алиф-клуба действует, когда мы все вместе, мы команда. И когда мы служим. Вот скоро женится. При этом он после, ну уже 5 лет, больше, чем 5 лет. Да, да, да. Он заислил все вопросы. То есть он тогда задал этот вопрос, интересовался. Ему опять объяснили, ему опять рассказали. Он начал служить, он увидел, что ему доверяют. Несмотря на его еще там супер какие-то возможности, ему доверяют. И действительно он начал поднимать людей. Своей заботой, своей любовью, своим отношениям. И все вопросы по обольщению, по каким-то теологическим его, да, все это прошло, он начал служить. И он видел, что ему доверяют. И те люди, которые он служит, они ему тоже доверяют. И вот он начал действительно расти, и духовно расти, и приобретать уже качество лидера, приобретать качество служителя именно уже с такими, ну, лидерскими задатками. Я поднимал. Спасибо. Спасибо.